Джон Робертс Принципиальная новизна авторской концепции в том, что из тьмы этих фактов и событий особо выделены ключевые, наиболее значимые, поворотные моменты истории человечества от самого его зарождения до настоящего времени. Именно такой взгляд на предмет исследования заставляет даже самого неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, настоящее и будущее, и откуда взялся мир, в котором мы живем сегодня. Оглавление Предисловие Книга первая. Доисторические времена. Глава первая. Первоосновы Глава вторая. Homo sapiens. Человек разумный Глава третья. Предпосылки цивилизаций Книга вторая. Человеческие цивилизации Глава первая. Жизнь людей при древнейших цивилизациях Глава вторая. Древняя месопотамия Глава третья. Древний Египет Глава четвертая. Внешнее вторжение и захваты Глава пятая. Начало цивилизации Южной Азии Глава шестая. Древний Китай Глава седьмая. Прочие миры древнего прошлого Глава восьмая. Преобразование Книга третья. Классический век. Глава первая. Перекраивание древнего мира. Глава вторая. Греки. Глава третья. Мир эллинов. Глава четвертая. Рим. Глава пятая. Христианство и его движение на запад. Глава шестая. Классическая Индия. Глава седьмая. Классический Китай. Книга четвертая. Эпоха великого разнообразия обычаев. Глава первая. Узловые евразийские перекрестки. Глава вторая. Ислам и арабские эмиры. Глава третья. Византия и сфера ее господства. Глава четвертая. Новый Ближний Восток и образование Европы. Глава пятая. Индия. Глава шестая. Императорский Китай. Глава седьмая. Япония. Глава восьмая. Отстоящие миры. Глава девятая. Европа. Потенциал перемен. Глава десятая. Новые пределы. Новые горизонты. Книга пятая. Переход к европейской эпохе. Глава первая. Империя цинов в Китае и великих моголов в Индии. Глава вторая. Новый вид общества. Начало современной Европы. Глава третья. Власть в Европе и претенденты на нее. Глава четвертая. Новый мир великих держав. Глава пятая. Претензия европейцев на мировое господство. Глава шестая. Новые контуры мировой истории. Глава седьмая. Воззрения старые и новые. Книга шестая. Великое ускорение. Глава первая. Изменения на удаленную перспективу. Глава вторая. Политические перемены в эпоху революции. Глава третья. Политические перемены. Новая Европа. Глава четвертая. Политические перемены. Англосаксонский мир. Глава пятая. Европейское мировое господство. Глава шестая. Империализм и имперское правление. Глава седьмая. Азиатские метаморфозы. Книга седьмая. Завершение европейской эпохи. Глава первая. Деформации внутри самой системы. Глава вторая. Эпоха Первой мировой войны. Глава третья. Процесс формирования Новой Азии. Глава четвертая. Османское наследие и западноисламские земли. Глава пятая. Вторая мировая война. Глава шестая. Деколонизация и холодная война. Книга восьмая. Наше собственное время. Глава первая. Революционное преобразование в науке и осознании мира. Глава вторая. Мир в период холодной войны. Глава третья. Кризисы и разрядка напряженности. Глава четвертая. Завершение эпохи. Глава пятая. Открытие и закрытие. Глава шестая. Всемирная история. Конец оглавления. Предисловие. Джон Робертс принадлежал к разряду выдающихся историков, а его однотомный учебник всемирной истории можно назвать первым такого рода трудом, вышедшим на английском языке. Когда я еще подростком из небольшого города в первый раз прочитал этот учебник, меня поразил объем заключенных в нем знаний. Робертс не просто излагает историю человечества. Он рассказывает ее читателю. Он предлагает величественный эскиз развития человека, разбирается в неожиданных поворотах судьбы, во внезапных отходах от основного направления, во всем, требующем особого объяснения уже потому, что не согласуется с происходившим прежде. Он верит, причем глубоко, в способности человека к проведению преобразований. При этом никогда не представлял историю вещью целесообразной, никогда не утверждал, будто какое-то событие нашей истории указывает на один единственный возможный исход. Робертс понимает всю сложность истории. При этом он излагает ее незамысловатым языком так, чтобы наиболее широкому слою людей представился шанс поразмышлять над тем, откуда взялся мир, в котором мы живем сегодня. Короче говоря, он представлял собой образец историка, с которого я хотел бы брать пример. Мне очень польстило, когда много лет спустя из издательства «Пингвин» поступило предложение попробовать полностью переделать текст для шестого издания шедевра Робертса. В 2007 году, после того, как Джон Робертс умер, я написал дополнение к пятому изданию. Задача оказалась для меня очень сложной, так как работа состояла в добавлении мелких фрагментов текста к незаконченному варианту переделанного учебника, который сам автор составил как раз к моменту своей кончины в 2003 году. По этой причине мне пришлось взяться за написание полностью исправленного варианта книги, который, оставаясь предельно отражающим намерения автора, послужил бы продвижению наших знаний истории в направлениях, о которых Робертс не мог знать, когда занимался своим трудом. Поэтому произведение, которое вы читаете теперь, представляет собой нечто большее, чем доработанное издание. Переработанный текст основан на новых знаниях и новых толкованиях событий. Надеюсь, вы признаете его новой книгой по всемирной истории, предназначенной для читателей нового века. Оригинальное издание данной книги появилось в 1976 году, а работу над ним Робертс начал в конце 1960-х годов. Оно получило благоприятные отзывы и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. И уже тогда кое-кто из авторов рецензий назвал его шедевром и непревзойденным трудом по всемирной истории нашего времени. Нашлись и те, кто назвал этот труд слишком наукообразным для более широкой аудитории. Один лицензиент даже признался, что он чересчур сложен для его студентов младших курсов. Другие историки подвергли его критике в соответствии с веяниями того времени за чрезмерную, так сказать, элитарность или непомерную сосредоточенность на возвышении Запада. Но основная читающая публика высоко оценила достоинства Робертса как мастера синтеза и композиций. Его книга с самого начала стала бестселлером, и с тех пор куплено больше полумиллиона ее экземпляров. Как раз читатели, а не рецензенты, выбрали этот труд самым популярным на сегодняшний день печатным исследованием всемирной истории. Джон Робертс продолжал перерабатывать свою книгу на протяжении нескольких этапов развития историографии в Великобритании, где он жил и трудился. Его собственное воззрение значительных изменений не претерпели, хотя в тексте можно отметить явные следы доработки. Все больше внимания он обращал на историю мира за пределами Европы, так же как на начало современной эпохи, и особенно на XVI век. В пожилом возрасте Робертса, похоже, больше, чем в молодые годы стали занимать проблемы культурного различия и неоднозначные события истории. Однако фундаментальными изменениями все это назвать трудно, ведь львиная доля текста между первым и пятым выпусками осталась нетронутой. Переработка текста, заслужившего всеобщее восхищение, предусматривает постоянное и очень тактичное общение с его автором. «Мы с Робертсом были единодушны практически по всем подходам к истории. Общему необходимо отдавать приоритет относительно частного, а исторические процессы, продолжающие оказывать воздействие на нас сегодня, имеют большее значение, чем те, которые этого не делают, даже если они видятся важными в свое собственное время. Робертс так сформулировал свой подход к исторической науке. С самого начала я стремился осознать, а где же можно вычленить элементы всеобщего влияния, оказавшие широчайшее и глубочайшее воздействие на судьбы народов, не собирать же с изного архивы традиционно важных событий. Я старался опускать подробности и вместо них освещать важнейшие исторические процессы, которые затронули судьбы наибольших масс народа, произвели существенное наследие для грядущих его поколений, чтобы показать их сравнительный масштаб и отношения одних с другими. Я не стремился составлять хронометраж истории всех ведущих стран или всех сфер человеческой деятельности. Я полагал, что место для исчерпывающего описания фактов прошлого находится в энциклопедии. Я старался обратить внимание читателя на проблемы, представляющие большую важность, а не те, о которых мы уже прекрасно знали. На Людовике XIV, при всей его знаменитости в истории Франции и Европы, поэтому можно остановиться покороче, чем, скажем, на Китайской революции. Общее, определяющее, существенное. Именно эти понятия служили ключевыми аспектами всемирной истории Робертса, и я надеюсь, что мне удалось их сохранить в центре внимания, не в меньшей степени, чем это сделал он. Когда у нас возникали разногласия, чаще всего вызванные новыми приобретениями в нашем понимании истории, беседа превращалась в обмен противоположными мнениями, и тогда я обычно настаивал на своем. Хотя иногда он тоже одерживал верх в силу откровенного упрямства. Например, мы оба полагали, что развитие всемирной истории в период с XVI до XX века проходило при полном господстве возвышающегося Запада. Разногласия между нами, однако, возникали относительно корней этого, так сказать, великого ускорения. Робертс считал, что значительное их часть уходит глубоко в прошлое, в древность, в то время как я нахожу их главное ответвление гораздо ближе к поверхности, в середине второго тысячелетия нашей эры. Практические же последствия для текста такого частного несогласия представляются совсем несущественными. Моя доработка разделов Робертса, посвященных Греции и Риму, не подверглась влиянию того, согласен ли я или нет с тем, что господство европейских обществ в XIX веке было вызвано событиями, происходившими в античные времена. Внесенные мною радикальные изменения для шестого издания коснулись следующих разделов. Я переписал некоторые абзацы книги первой ради включения видных открытий в археологической и антропологической сфере знаний, посвященной заре человеческой жизни на Земле, совершенных за последнее десятилетие. Мне пришлось расширить повествование об Индии и Китае в книгах 2-й и 4-й. Я добавил новое сведение о главных маршрутах переселения народов в книгах 4-й и 6-й, а также переписал рассуждения по поводу Центральной Евразии, Древнего Ислама и Византийской империи позднего периода. А исторический очерк, посвященный науке, технике и экономическим вопросам в книгах 7-й и 8-й, удалось существенно расширить. Наконец, я подробнее осветил представление об общественной и культурной роли женщин и молодых людей, где оно на самом деле просилось, и сделал это на основе самых современных знаний. Совершенно не приходится сомневаться в том, что историческая наука будет постоянно обогащаться новыми толкованиями и новыми знаниями, причем вполне возможно, что теперь более высокими темпами, чем оно происходило в прошлом. История, как говорится, представляется совсем не тем, чем она была раньше. Но многие непререкаемые истины остаются в качестве великих объединяющих принципов истории человечества. Мы с Робертсом едины во мнении, например, о том, что обмены и взаимодействия между человеческими культурами по большому счету играли роль более важную, чем враждебность между ними, и что такое положение вещей, скорее всего, сохранится в будущем. Приведу здесь еще одну мысль Робертса. Нам постоянно предлагают чье-то толкование смысла известных всем событий. Например, в последнее время все только и слышат, что о столкновении цивилизаций, которая якобы уже идет, или мир к нему движется, появлению такого предположения, разумеется, в огромной степени поспособствовало свежее заблуждение по поводу существовавшего всегда отличия и вновь обретенного за последние несколько десятилетий возмущения исламского мира. Я обозначил свои собственные причины для опровержения такого воззрения, как несоответствующего действительности и пропитанного чрезмерным пессимизмом. Однако все единодушно признают, разумеется, существование сразу нескольких источников напряженности в отношениях между тем, что огульно называется Западом и многими исламскими сообществами, как сознательно, так и бессознательно, а иногда даже совсем непреднамеренно, пагубное влияние с Запада в настоящее время разрушает основные традиции народов и пагубно сказывается на их существовании. Среди них традиции ислама, складывавшиеся на протяжении нескольких столетий, понятие глобализации как таковое, совсем не следует рассматривать как изобретение последних нескольких лет. Джон Робертс попытался представить свою книгу инструментом осознания того, как взаимодействовали целые народы и отдельные люди, а также как такие взаимодействия обусловили смысл и значение всегда предполагающих многообразие результатов. Я надеюсь, что мое переработанное издание послужит той же самой цели. Если изучение истории приобретет смысл для как можно большего числа читателей, тогда можно будет говорить не только о ближайшей, но и удаленной перспективе человечества, рассчитывая на бесконечность человеческого потенциала с точки зрения готовности его к переменам. Профессор Уэстад. Июль 2012 года.